Дорогая церковь, слава нашему Богу! Я думал, Боже, хоть бы помоги мне закончить еще некоторую работу, где-то несколько минут, и потом льется дождь, чтобы для меня было выгодно, чтобы потом пошел дождь, когда я уже эту работу закончу. Но дождь лился, и я вспомнил, что, а может быть, где-то фермер какой-то просит и молит Бога, что, Боже, пошли прямо сейчас дождь, потому что у меня есть урожай, у меня есть что-то, какие-то продукты, которые нуждаются в этой воде, в этом дожде. И вы знаете, когда дождь, для кого-то благословение, для кого-то какие-то трудности приносит, но это все во благословение. И это благословение, когда Бог посылает на какую-то местность дождь в правильную меру, потому что даже в Старом Завете было несколько мест, где Бог на один город проливал дождь, а на другой город не проливал, чтобы это было каким-то наказанием для них. Но слава Богу, что ваш город, наши города, они имеют дождь. И вы знаете, самая главная, особая церковь, люди, которые смотрят на жизнь, я скажу более духовно, размышляют, чтобы пришел дождь Божий. Мы все нуждаемся, чтобы Бог излил свою силу для нас. И вы знаете, размышляя о том, о чем брат говорил, я размышлял, думал, какой пользу для Бога или как это, можно сказать, хорошо для Бога, когда есть какие-то проблемы у людей или в церкви, или где. И я себе всегда прихожу к той мысли, что когда есть какие-то проблемы или люди видят человека, который должен быть, скажем, примером, а он поступает или неправильно, или кто-то от этого соблазняется, то Бог нас учит, чтобы мы не смотрели на людей, Бог нас учит, чтобы мы смотрели на Иисуса Христа, чтобы мы полагали наши упования на Бога, а не смотрели на человека. Потому что есть написано, что кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постидятся. И я сам хотел говорить о такой теме, как надеяться на Господа. И вы знаете, когда мы надеемся на Господа, мы не постидимся. Люди, которые не знают Бога, которые не познали Божию благость, которые не упывают на Бога, им нет на чего надеяться. Они могут только надеяться, может быть, на свое знание, на свои имения, на своих людей. Больше этого у них ничего нет. А взять христианина, у него забери все, что он имеет. Но вы знаете, он имеет одно, он имеет надежду на живого Бога. И это самое главное для нас, потому что мы не знаем, где мы будем в наших жизнях, какие времена нас ожидают. Но самое главное, чтобы мы имели наше упование на нашего Бога. И размышляя о такой теме, я желаю вам прочитать книгу притчей, 3 глава, 5 стих, где говорится такие слова. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум свой». Здесь написано «всем твоим сердцем», не частью, но всем твоим сердцем надейся на Господа и не полагайся на разум свой. Бывает, что у нас разум, он может стать нам препятствием к надежде на Бога. Мы как бы в школе, может быть, научены как-то, и мы по-другому не можем понять. Мы не можем постигнуть, как Бог может сделать. Но написано, чтобы и не полагайся на разум свой. И когда я размышлял об этом, я вспомнил в Деянии Святых Апостолов историю об Анане и Сафира. Они отдали некоторую часть своего имения и сказали, что они всю часть отдали. Но им Петр говорит, что зачем вы вложили в сердце ту мысль, чтобы солгать Духу Святому. А я слышал, один человек говорил, что еще у них была проблема, что они поставили свое упование не на Бога, а на деньги эти. Потому что, может быть, если они отдадут все деньги Богу, а потом что-то там не получится, и им будет какого-то выхода из этого обстоятельства. Они не полагали все свое упование на Бога. Им нужно было отдать все эти деньги, или, может быть, даже просто сказать, что им не все деньги отдали. Но просто такая мысль, которой я желаю вам поделиться, что они не полностью поставили свое упование на Бога. И это наставляет нас такую мысль, чтобы мы полностью уповали и ставили нашу надежду на Господа. И вы знаете, может быть, если мы очень много знаем, даже люди, которые, можно сказать, банкиры, они ставили свое упование на деньги, на то, что они научены, как видеть, как старт-маркет плывет, или поднимается, или упускается. Они уже ставили свое упование на свое знание, и свое, как бы, свое знание, как эти полосы поднимаются или упускаются. Но лучше надеяться нам на Господа. И вы знаете, многие люди, они платят великие деньги, чтобы иметь какое-то общение с людьми, которые богатые, или люди, которые, скажем, имеют большое знание. Они платят деньги великие, чтобы с ними поговорить, чтобы этот человек открыл им свой разум и дал какое-то знание, как делать, как поступать в жизни. Но вы знаете, христианин, он имеет лучшего советника. Он имеет Иисуса Христа, он имеет живого Бога, которому он может приходить и получать совет от Бога. Тот Бог, который еще прежде всего, прежде начала, прежде создания мира, тот Дух, который носился над водою, мы можем приходить к Богу для совета, и тот Дух еще открывает нам, дает нам советы. И это самое главное, потому что совет человека может быть прав, но самый лучший совет – это от Господа. И тоже размышляя, думал, мы можем много говорить Богу. И, может быть, конечно, это хорошо, когда мы много говорим Богу, но важнейшее для нас, когда мы услышим, что желает к нам сказать Господь. Нам это принесет больше пользы, когда мы услышим то, что Бог нам говорит. И вы знаете, люди, которые познали вот такое блаженство, совет Божий, они всегда возвращаются назад к Богу. Мы видим люди, цари, они много прибегали к Богу и просили, преследовать мне или не преследовать, что мне делать, оставаться здесь. Бывает, Бог говорил, преследуй, бывает, Бог говорил, еще не преследуй, но подожди мою команду, когда я тебе скажу. Люди, которые познали это, они всегда, видя совет Божий, прибегали назад к Богу. И вы знаете, однажды Иисус спросил своих учеников, не хотите ли вы отойти от Меня, когда многие ученики отступили от Бога, от Иисуса, и апостолы, может быть, некоторые молчали, некоторые рассуждали, как отвечать, может быть, кто-то хотел отойти, никто ничего не сказал, но Петр говорит, Господи, кому нам идти? Кому нам идти, братья и сестры? Мы только можем приходить к нашему Господу. И дальше Петр говорит, ты имеешь глаголы вечной жизни. Он уповал на те слова, которые говорил Иисус Христос, с той надеждой, которую он извлекал из слов Иисуса Христа, и той надеждой, которую он видел Иисуса Христа. Конечно, они не знали, чем это все кончится, как раскрыться, или how these обстоятельства, they will unfold, как это все будет, они не знали. Они просто знали, что с ними сейчас Бог, и с ними сейчас хорошо, и что бы ни случилось, они были готовы. Были они готовы на все. Я думаю, что мы все сказали, что они все были готовы. В то время, когда Иисус это говорил, они все были готовы. Петр даже сказал, что если и все отойдут, я не отойду от тебя. Даже он был такой, так уповал на Бога, что он извлек меч и был готов убить человека. Просто мы не знаем, если он попал в цель, когда он отрезал ухо. То, может быть, он даже желал этого человека больше ему сделать зло, но как бы он так уповал на Бога, что он был готов своей силою что-то сделать. И знаете, хочется как бы скричать Петру и сказать, что Петр не воинством и не силою, но духом, духом Божьим побеждается враг. Но это не было в то время даже, that wasn't even the point, в то время это не был даже смысл, чтобы защищать. Это было просто Божий промысл или Божьи пути, чтобы Иисус был взят и чтобы Он пострадал такими обстоятельствами. И вы знаете, смотря на это, на Петра в этих обстоятельствах, я вспомнил, что, где говорится в Коринфянам, что начавшие духом, вы оканчиваете плотью. Я вспомнил, что начал пошел за Богом. Когда Бог его призвал, он пошел. Трудился, они изгнали бесов, они много чего делали. А потом приходит такой критический момент, и он уже, оканчивая плотью, берет меч и своей силой старается что-то делать. Ему нужно было, ну не знаю, легко сказать нам уже, как нужно было поступать, когда обстоятельства уже прошли. Это легко сказать. Но в этих обстоятельствах уже мы не всегда знаем, как поступать. Даже написано в одном месте, что, когда они пришли на гору, там, где Иисус преобразился, что они были в страхе. Не знали, что говорить, не знали, что сказать. Они просто хотели что-то сделать. И спросили Бога, сделаем тебе трекущий. Вы знаете, как бы что-то своими руками желая сделать для Бога. И мы так же точно, как эти апостолы были в то время, точно так, как ученики в то время, ходя за Богом, они не знали, что их в жизни ожидает. Они не знали, что в то время Иисус будет взят от них и потерпит страдания. Много над ним поругается, будут его бить. Они как бы не знали, что так все будет. Но вы знаете, это просто был Божий план, чтобы совершить это искупление человеческих душ. Вы знаете, мы уже сегодня слышали, что «Я молился о тебе», это Иисус говорил Петру, «Я молился о тебе, чтобы не оскудила вера твоя». Потому что в нашей жизни бывает много вещей, от которого человек может соблазниться. Но блажен тот человек, который смотрит на Бога, смотрит на Голгофу, он уже не смотрит, может быть, на людей, понимает, что люди неправильно, бывает, поступают, люди, бывает, даже не бодрствуют. Все бывает в жизни, мы все люди. Но мы знаем, что блажен тот человек, и мы блажены, если мы смотрим на Бога, смотрим на то, что Он совершил для нас там на Голгофе и вложим в то наше упование. Я думаю, что когда, ну даже написано, что когда все эти события с Иисусом происходили, и ученики, видя, что происходило, то они вспомнили, что Иисус уже об этом им говорил. Бог уже им открыл все то, что будет наперед, в нескольких местах написано, что через несколько дней будут сбиваться некоторые события, и Он им говорил, что может быть. И они потом вспомнили, что так было написано. Это много раз написано так, что и вспомнили, что так было написано о Нем, или так было просто написано о Иисусе Христе. Уже тогда, когда эти события сбивались. И вы знаете, так само мы в нашей жизни, я думаю, что мы все видим, когда мы кого-то из учеников или обстоятельства Библии видим, мы это принимаем сразу к себе. Когда что-то Бог говорит кому-то, мы сразу применяем. А если бы Бог говорил это ко мне, или как это влияет ко мне в моей жизни, мы всегда ставляем себя на обстоятельства этих людей и размышляем, что мы в таких же обстоятельствах. Одна разница того, что они были до нас еще много лет до нас, и они наставлены в пример на книге Священного Писания. Из их жизни мы берем эти примеры и видим, как нам нужно поступать в своей жизни, как нам нужно действовать, как нам нужно всегда полагать свои упования на Господа. Точно так, как многие ученики. Конечно, как я уже сказал, легко посмотреть и сказать, так нужно было кому-то поступить. Но когда мы в этих обстоятельствах, мы сами как бы теряемся или не знаем, как поступить, особенно когда приходят какие-то проблемы или какие-то соблазнения. Шестой стих говорит такие слова. «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Говорит, что познавай пути Божьи. Познавай Бога, и Он направит стези твои. Размышляя однажды с одним человеком, двоюродным братом моим, это многие годы назад, он говорил, что когда я начал, как бы, сначала в мыслях познавать, что Бог меня в жизни благословляет, или это было в служении, или это было на работе, или в дома где, где это бы не было, когда он начал так мыслить, что это Бог это делает, и когда он начал даже в уст говорить, что Боже, я точно знаю и вижу, что эта твоя рука меня так просто в жизни поднимает или благословляет. Когда он это сказал, он сказал, что он увижу больше Божьего благословения, когда он начал, я вспомню этот стих, «Во всех путях познавай Его, и еще Бог больше будет направлять стези твои и Его, и наши всех». И мы все это желаем, все хочем, чтобы, когда мы ходим по этой жизни, чтобы наши стези были направлены Богом. Мы, конечно, христианин, конечно, он не желает идти против воли Божьей, или идти путями, которые будут уклонять его от Бога. Все хочут идти так, как можно даже сказать, по шагам Иисуса Христа, так, как Бог желает, чтобы Он ишел. И вы знаете, всегда, когда я почему-то думаю, готовясь к проповеди, я думаю, всегда, как мне окончить, или что бы говорить народу, или как бы все взять в одно и все, как бы, разум связать. И всегда мой разум приходит к одному, что сравнивать, как все будет в конце. Я имею в виду, в конце или мира, или в нашей жизни, как мы окончим нашу жизнь. Вы знаете, когда мы учились на, нам преподали учение, как дирижировать, то там один человек говорил такое, что когда люди услышат псалом, или хор, когда поет, то он особенно внимательно, как они начали, если четко, если громко, если правильно, и как они окончат. А посередине, может быть, если так не сильно, так приготовились, главное, чтобы в начале, конечно, хорошо, когда все приготовлено и благословение, но самое лучшее, когда особенно в начале и в конце. Я не говорю в нашей жизни, чтобы нам только в начале начать правильно и окончить правильно, но чтобы все было правильно сделано. Но в книге, когда мы читаем какую-то книгу, мы видим в конце, как человек окончил свою жизнь, и потом мы уже как бы своим, какую-то оценку делаем или какое-то размышление можем поставить точку об этом. Как они окончили, как они прожили и особенно, как они окончили свою жизнь. Как они в конце поступали. Потому что, если мы, проживая всю нашу жизнь, а потом в конце, когда может быть, какие-то испытания или проблемы, и не там уже начнутся какие-то, может быть, неупывания на Бога или что-то с собой, что-то делать, то это может быть нам принести какие-то проблемы. Но в конце, если мы всегда в конце правильно все, если мы правильно в конце все делаем, то это для нас благословение, я думаю, это просто такие простые слова. И вы знаете, я желаю бы с вами просто так, чтобы мы размышляли в нашей жизни, думали и даже прошли у Бога, чтобы Бог помог нам в нашей жизни пройти нашу жизненную путь. И чтобы Он направлял наши ноги, наши шаги, чтобы все было под контролем Божьим, чтобы мы, знаете, не шли в обратную сторону, чтобы мы вставали там, где Бог желает, чтобы мы вставали, на тех путях, которые Бог желает для нас. Я желаю бы также сказать что-то, но я не желаю, чтобы это было кому-то, чтобы не дать кому-то, как бы, причину, или что-то делать плохое, или ходить не на угодные места. Но я помню однажды, когда Бог сказал пророческим словом, что даже когда дети христианских родителей, они идут на бесплодные места, Бог даже и на тех местах их охраняет. Я услышал и думал, вот какой наш Бог. Даже когда человек не на правильном месте находится, из-за того, что его родители совершают о нем молитвы и молятся о нем, Бог даже там их сохраняет, оберегает. Я не говорю это, чтобы кто-то имел повод куда-то не на хорошее место идти, не для того, но чтобы просто мы увидели, как бы, Божью любовь к нам. Здесь даже написано, я желаю вам прочитать, это будет Еремия, 20 глава, извините, 31 глава, 32 стих. не такой завет, какой я заключусь отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывезти их из земли египетской. И здесь дальше говорит очень важное слово. Тот завет мой, они нарушили. Говорится о Израиле. Тот завет мой, они нарушили завет, который они имели с Богом. Хотя я оставался в союзе с ним, говорит Господь. Вы знаете, слава Богу, что Бог не такой, как мы. Мы бываете, мы какой-то заключили с человеком союз, или даже страны, они заключают союз. Только одна часть нарушила этот союз, сразу они, сразу они уже не имеют эту дружбу. Но вы знаете, что наш Бог такой, что даже когда мы нарушаем тот союз, то обещание, которое мы давали Богу, когда мы отдали свою жизнь Богу, приняли водные хрящения, исповедовали устами наши, что мы верим и будем поступать по словам Божьим, хотя я оставался в союзе с ними. И Бог остается в союзе. И вы знаете, слава Богу, что Бог с нами, потому что мы не совершенны, но мы должны достигать совершенства. И да поможет нам Бог это сделать, и да поможет нам Бог всегда уповать на Бога. Нет разницы, какие жизни, обстоятельства, и да поможет нам Бог во всем. Аминь.